Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день, на часах 13.06. За нашим студийным столом разместились два Владимира. Ну, во-первых, это Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка Кировской области. Добрый день, Владимир Валерьевич. Добрый день. И я, Владимир Сметанин. Еще раз здравствуйте. Ну, скорее, сегодня передача интервью. Интервью уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, нежели особое мнение. И у нас две сегодня основных темы для беседы на ближайшие полчаса с небольшим. Ну, во-первых, Владимир Валерьевич только что вернулся из областного правительства, где сегодня в достаточно такой представительной форме с участием многих заинтересованных сторон обсуждалась тема детского загородного отдыха. Планы, перспективы на следующий год в том числе. Мы как-то в нашем эфире о детском отдыхе в последнее время довольно много говорим. Я напомню, что в прошлый четверг в дневном развороте у нас был новоиспеченный руководитель дирекции загородных лагерей Михаил Кураж. И он рассказывал свою концепцию, свое видение и планы. Накануне мы общались с представителем контрольно-счетной палаты Юрием Лаптевым. Он, наверное, сегодня тоже был. Нет, не было? Не было. Не было. Так вот, он сказал, что тоже проверки проводились в загородных лагерях. Официальные итоги пока не публикуются. Где-то ближе к концу ноября они станут известны. Но основное, что мы вынесли из разговора с представителем КСП, это то, что тоже там есть зафиксировано контрольно-счетной палатой неэффективное расходование средств. Ну, ладно. Заседание состоялось. Вы там тоже выступали. И вот сегодня хотелось бы, чтобы прозвучало ваше видение как уполномоченного по правам ребятка. Ваше видение организации детского отдыха оздоровительного. Ну, во-первых, это совещание состоялось по инициативе, то есть, о встрече с руководством региона, с Рио-губернатора давно просили руководители. В Рио-губернатора, собственно, присутствовал. Да, собственно говоря, он и организовал это совещание. Скорее, он обозначил это как встречу с руководителями, собственно говоря, загородных лагерей, для того, чтобы у них появилась возможность напрямую задать вопросы и высказать свое мнение вообще по организации летнего отдыха. И, ну, сразу скажу, что вопросов было очень много, и даже эта встреча была, собственно говоря, по инициативе Игоря Владимировича и продлена. То есть, он не строго сказал, так, вот у нас есть еще 15 минут, давайте, как бы, для того, чтобы больше вопросов осветить. Поэтому заинтересованность у руководителя Лиги Ивана очень большая. Это, вот я могу подтвердить, проблема серьезная. И практически все, кто был, они смогли, ну, помимо основных выступающих, там, свое мнение донести. И сразу скажу, что я не могу озвучивать там все, что происходило на этой встрече, да, поскольку все-таки не нами было организовано. Я так понимаю, все равно будет какой-то официальный пресс-релиз, потом... Я думаю, что да, то есть дождемся. Но хотел бы сказать, что, во-первых, это не последняя встреча, как было... На эту тему? На эту тему, да, не последняя встреча на эту тему. То есть, были собраны определенные предложения, которые вот в стадии проработки будут. Поэтому вот, если вы меня спросите там, там, все, закрываю дирекцию или не закрываю, то есть, я вам на этот вопрос не отвечу. Я напомню, что открыли ее в этом году. Открыли ее в этом году, да. То есть, на встрече были озвучены там проблемы, с которыми мы сталкивались. То есть, я озвучил статистику наших поездок, то есть, какие проблемы, какие нарушения. В особенности, обратил внимание на то, что, во-первых, мы все помним, что у нас случилась трагедия в самом начале этого лета в Карелии, после чего было дано поручение во все регионы такой, ну, масштабных массовых проверок. И вот, когда смотрели причины карельской трагедии, да, когда у нас дети погибли, то, как бы, в основе своей ставилось, даже по предварительным итогам расследования, то, что был неподготовленный персонал. То есть, те люди, которые повели детей в поход, они не имели права это делать ни по квалификации, ни по возрасту и так далее. То есть, вот, на это, в первую очередь, я обратил внимание и у нас. И вот, в этом году у нас были лагеря, там, уже вошедшие в дирекцию, в которых, там, на момент нашего приезда, это через несколько дней после начала смены, не первый, повторюсь, а второй, там, третий, четвертый, не было ни одного трудового договора, ни с одним из сотрудников. Мы выявили лица, у которых не было справки наличия судимости, более того, мы выявили двух людей, значит, у которых были справки и были судимости, причем статьи 116, 119, это побои, угроза убийством, хулиганство 213, то есть, вот такие серьезные статьи. Вот. И также, что касается качества организации детского отдыха, у нас был в этом году случай, впервые случился, когда руководители организации для детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, то есть, руководители детских домов и школ, интернатов, дети, которых много лет ездили в лагерь «Мир» и отдыхали, нужно понимать, что это дети особые, да, с ними работать, ну, нелегко. Особый подход. Особый подход, да. Вместе с тем, как вот сегодня тоже было озвучено, эти дети нетребовательны, зачастую вот так, знаете, как домашние дети, вот мы привыкли там другим условиям, то есть, вот этого нет. Вместе с тем, руководители были вынуждены написать письмо министру тогда еще образования, в котором изложили, собственно говоря, требования больше с этим лагерем не работать, потому что лагерь оказался впервые, то есть, там сменился руководитель, вот когда новая дирекция была создана, значит, руководители убрали предыдущую, которая работала много лет, и, собственно говоря, никаких условий соответствующих вот этим детям создано не было. Я понимаю, мы сейчас про один и тот же лагерь говорим, и про отсутствие трудовых договоров. Это тоже мир, это тоже мир, это тоже лагерь мир, и ребята, и в этот же лагерь мир мы ездили вместе с тогда еще секретарем общественной палатой Дмитрием Александровичем Гурдюмом за день до заезда, когда там персонала в этом лагере не было, а утром должны были заезжать дети, вот. Ну, вместе с тем проблемы были и в других лагерях, вот. И все время встает вопрос о вновь созданной дирекции лагерей, собственно говоря, что это дало. И вот мы видим сейчас, что у нас уже сейчас нет инициаторов этой идеи, то есть, ну, там никого, не исполнителей, кто предложил это создать. Вы имеете в виду господина Крутихина, который был первым директором? Китая Юрьевича Белых, как бы, собственно говоря, постановление было, который, вот, и господина Крутихина, да, который, собственно говоря, за долгий период времени, мы помним историю весны, когда мы фактически в летний сезон входили без предварительной подготовки, потому что там дирекция долго создавалась. Да, это, прямо скажем, без отсутствия какого-либо там плана работы. Да, но могу сказать, что этого плана работы нет до сих пор. Нету? Нет, до сих пор, потому что концепция и стратегия развития, значит, вот этой дирекции, она должна быть представлена новым руководителем, значит, Михаилом Курашиным, где-то к концу ноября, насколько я знаю. То есть я пока видел только такой план этой концепции. Поэтому вот фактически я сегодня говорил о том, что мы год отработали, то есть мы берем там не календарный год, а от декабря до декабря. Ну, сезон. Сезон. Сезон это и есть год, который уже должен явиться показательным и понять там, вот то мы сделали или не то, нужно или не нужно, потому что выводы по финансовой составляющей сделает контрольно-счетная палата и через какое-то время назначены в законодательном собрании, насколько я знаю, слушание по этому вопросу. Вот несколько финансовых моментов все-таки сегодня там звучало, да, вот от одного из руководителей лагерей, потому что пока цифр, там, а сколько на себя потратила эта дирекция, там, мы не слышали. Вот была озвучена цифра, что за шесть месяцев на зарплату на содержание дирекции ушло 2,5 миллиона рублей. Соответственно, по году эта цифра там будет порядка 5 миллионов рублей. Это та сумма, значит, которая была, опять же, озвучена, будет добавлена в следующем году к отдыху и оздоровлению. То есть фактически мы добавляем 5 миллионов на дирекцию уже, эти 5 миллионов и тратим. Но, ну, на самом деле, я не знаю, сколько будет в итоге средств, какая сумма будет озвучена, но нужно понимать, что дирекции подобные создаются и в других регионах и создавались. Но при создании этой дирекции не брались деньги лагерей. То есть на существование этой дирекции было выделено дополнительное финансирование. То, что происходило до сего момента и сейчас, эти средства берутся из тех родительских денег, из тех путевок, которые приобретаются на детей. То есть дирекция существует за счет самих лагерей. И вместо того, чтобы направлять средства вот эти же несколько миллионов на развитие этого же лагеря, на ремонт корпусов, на строительство бассейна для детей или чего-то еще, то есть эти средства идут на содержание дирекции лагерей. В которой, хотел бы еще отметить, вот весной там Крутихин было заявлено, а сколько у вас все-таки человек будет, сказал, что у нас всего я и там бухгалтер, то на сегодняшний момент, значит, цифра озвучена по составу дирекции 37 человек. 37. Ну, включая руководителей подразделений, то есть директоров самих лагерей, да, но при этом достаточное количество людей, которые не имеют, ну, вот сейчас не входят в состав лагерей. А их функционал? Ну, я вот пока неизвестно, не видел функционал, да, то есть чем, ну, очевидно, какой-то хозяйственной деятельностью, очевидно, закупками и так далее, и так далее. Лучше спросить, наверное, руководителя дирекции. Ну, мы понимаем, что вот какое количество дополнительных людей у нас появляется. Вот, и если через какое-то время будет там доказано, что, собственно говоря, дирекция смогла выявить, ну, как уже говорится, например, факты там неэкономного там расходования средств, да, ну, например, там, мы поймем, что вот в таком-то лагере... Да не то, что неэкономного. Ну, фактически, да, там воровал там. Неэффективно. Ну, там директор ворует, например, да, вот скажем, вот мы нашли там директор ворует, он украл миллион, а мы на дирекцию из этих, мы этот миллион нашли на дирекцию, потратили 500 там. Это вот там показатель один. Но при этом вот сегодня была озвучена цифра, например, директором лагеря-строитель, Ирина Петровна Левашовна, значит, которая говорила о том, что на уборщицы, на то, чтобы прибрать весь лагерь, там, они ежегодно в последние годы тратили примерно 120 тысяч рублей. В этом году, значит, войдя в дирекцию, и была отдана, значит, эта услуга на аутсорсинг, то есть была взята клининговая компания, они заплатили 260 тысяч рублей. То есть речь о том, что... В два раза. Речь идет о том, что, ну, там, большинство руководителей, там, вменяемых, они старались, там, сэкономить на большинстве, там, статей расходов, где-то совмещение должностей, то, что было, вот этот занимался этим, этим, этим и этим. Вот, а здесь, там, немножко подход, ну, видимо, там был другой. Поэтому, вот, мне очень хочется дождаться... Заканчивайте мысль, у нас сейчас... Да, результатов все-таки счетной палаты, то есть эффективность вот этой финансовой составляющей. Вот, и, значит, ну, собственно говоря, посмотреть, что с этим делать дальше. Сейчас небольшая пауза, у нас буквально несколько секунд, и мы продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наша беседа с Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Вот в предыдущие минуты мы так углубились в какие-то хозяйственные, организационные вопросы. Про детей-то забыли. Владимир Валерьевич, вот с точки зрения прав детей, да, с точки зрения комфорта, удобства пребывания в этих лагерях, создание дирекции загородных лагерей, это в положительную сторону движения, на Ваш взгляд? Ну, вот, на мой взгляд, там, очень кратко, если, да, вот, на мой взгляд. Первое, создание чего-то одного большого масштабного всегда, там, исключает конкуренцию. То есть, если... Кстати, напомним, сколько, 7 или 8? 7, и уже 8, и уже 8 сейчас планируется, вот, весна. Вот, то есть, конкуренция, что такое конкуренция? Это снижение, там, затрат, стоимости и возможность выбора, да. То есть, здесь, там, я не вижу конкуренции. Второе. Сейчас в этой ситуации, там, убирается прямая заинтересованность руководителя лагеря в развитии. То есть, чем лучше ты работаешь, тем, фактически, вот, ты отработал хорошо, опять же, это звучало, а вот другой лагерь... Хорошо, это в смысле прибыль хорошая. Хорошо, и прибыль, и ты путевок много продал, да, и ты начал готовиться осенью уже к следующему году, а вот другой лагерь есть, который, там, осенью ни одного гвоздя, там, не вбил, вот, как сегодня звучало. Вот, и получается, что в следующем году вас выровняют. То есть, заберут деньги у того, который бы работал хорошо, а ты, собственно говоря, внутри себя, ты можешь не переживать, потому что тебе дадут денег. В результате... Все равны. Да, ну, большой колхоз, колхоз делает добровольное, да, но при этом мы понимаем, что тот директор лагеря, который все это время лагерь развивал, у которого, там, и бассейн есть, и хорошие спортивные площадки, и новые корпуса, да, то есть, он мог бы развиваться дальше, да, то есть, он оказывается в условиях, там, немножко худших. Да, у него больше детей, которые и едут на условия, которые уже созданы. Поэтому вот здесь этого развития, ну, я не вижу. То есть, здесь нет конкуренции, средства забираются, там, из путевок, еще раз повторюсь. Единственный момент, который был сегодня, но который, на мой взгляд, и при существовании, например, не дирекции, а ассоциации лагерей, где каждый был бы отдельно, но они вместе были бы... Ассоциация — это добровольное дело. Ну да, добровольное дело, и руководители лагерей предлагают это создать, то есть, для того, чтобы, вот, некий ресурсный центр, вот, но, там, в рамках ассоциации, то, значит, возможность реализации путевок через МФЦ. Вот это сегодня обсуждалось, и данное поручение. Можно будет купить, ну, фактически, вот, электронную путевку, выбрав лагерь. Это прямо уже решение конкретное? Ну, вот, она в стадии проработки, да, но уже, я думаю, что в ближайшем времени это решение будет. — Зачем тогда дирекция, если МФЦ к этому подключается? — Ну, я не знаю. То есть, вот, одна из задач дирекции, собственно говоря, которая была озвучена, это и есть продажа путевок. — Да, да, централизованная. — На сайте там все можно посмотреть, да. — Но, я еще раз повторюсь, те лагеря, которые, там, много лет работают и успешно, да, и дети ездят из года в год в один и тот же лагерь, то они и так продают путевки. И для этого, там, дополнительные, там, сайты им не нужны. Они, ну, вполне успешно реализуют эти путевки. Поэтому, вот, я не знаю, там, вот, собственно говоря, уже получается, сейчас мы будем этот эксперимент, ну, словом, дирекция проводить второй год. То есть, вот, на мой взгляд, сейчас будет, там, второй год, и вот если второй год не получится, то тогда уже, наверное, будут решения, там, другие приниматься. — Это чувствовалось по сегодняшнему, по сегодняшней атмосфере, во время этого обсуждения? — Ну, вот, то есть, вот, на мой взгляд, вопрос о существовании или несуществовании дирекции. — Или вы будете уже как-то вот жестко выносить вопрос на обсуждение? — Нет, я ставил вопрос о том, что, ну, мое мнение не поменялось. То есть, вот, все, о чем я сказал, я остаюсь на своих позициях, это позиции были еще, там, весной, когда создавалось. То есть, я считаю, что, вот, дирекция в этом виде, там, формате, она не нужна. То есть, возможность контроля этих учреждений, они все были государственные, как ГУПы, она есть. То есть, и не обязательно для этого их объединять в одно, там, в одно целое. — В одно целое, да. То есть, возможность контроля есть, они не частные. Значит, ну, посмотрим на выводы, сейчас идет большая, там, ревизионная работа, что будут сделать. Вот, возможно, я ошибаюсь в той части, что вот тот человек, которого мы всегда считали успешным, там, директором, да, вот, например, который развивал, при этом ему будет вменено, что, помимо того, что он развивал, он еще и, там, себе сколько-то, там, что-то забирал. Вот, ну, поживем, увидим. — Это вы сейчас конкретного человека, так говорите? — Ну, нескольких конкретных. — Несколько конкретных. — Руководителей лагерей? — Руководителей, да. — У вас на протяжении лет работы сложилось такое впечатление? — Нет, нет, у меня не сложилось, но фразы такие звучали, то есть это не с моей стороны. — Можно я спрошу, вообще про финансирование-то этой отрасли ставился вопрос? — Вопрос ставился, да, вот в следующем году. — Потому что мы сейчас привыкли к тому, что все что-то врезается? — Нет, нет, значит, по финансированию, по крайней мере, потому что было сказано, значит, суммы прошлого года не уменьшаются. Более того, значит, прозвучала сегодня сумма от губернатора увеличения на 5 миллионов рублей. — На 5 миллионов, это то, что вы ранее сказали, да, дирекция? — Нет, нет, это не имеет отношения к дирекции, дирекция как бы отдельная, вообще сумма, которая была выделена в рамках субсидий на организацию летнего отдыха, вот эта сумма увеличивается, это хорошо, то есть вот здесь не экономят, не срезают. — Значит ли это, что путевки будут, ну, как-то на доступном уровне их стоимость будет? — Хотелось бы верить, но с другой стороны, вот мы добавляем 5 миллионов, и при этом там на содержание дирекции уходит 5 с лишним. То есть вот, ну, собственно говоря, дирекция-то тоже из этих же путевок будет содержаться. Поэтому, на мой взгляд, здесь рассчитывать на снижение стоимости путевок, ну, пока преждевременно. — Ну, я думаю, что в ближайшее время, да, очередное какое-то обсуждение этого вопроса состоится после того, как вот финансовая сторона будет обсуждена? — Да, после того, как ряд вопросов будет проработан, значит, вот будет еще одна встреча, как минимум. — Хорошо, у нас остается буквально 3-4 минуты до перерыва, но я все-таки предлагаю начать вторую нашу основную тему сегодня. Новость, которая появилась еще в конце ноября, которая такая взымела эффект разорвавшейся бомбы, судя по отзывам и откликам в интернете. Я сейчас, вот вы меня поправляете, если я сейчас не точно с формулировкой буду, там, с терминами. — Ну, вы можете читать, собственно говоря, то, что писали, что там закрывают. — Закрывают детский санаторий, или он называется отделение детского восстановительного лечения. Ну, я просто в тех краях родился, там всегда его санаторий просто называют, детский санаторий, в русском Туреке, у Ружумского района, в 20 километрах от Ружума примерно. Вот что его будут закрывать, что его больше не будет, что огромное количество детей лишатся возможности, там, поправлять свое здоровье. Но он восстановительное лечение в плане опорно-двигательного аппарата. Я думаю, что у многих есть и дети, и знакомые, которые бывали там, место известное, красивое, кстати. Вот. Но у вас вот на днях появился, да, пост, опубликованный в блогах, в том числе на сайтах kirva.ru, где вы даете понять и настаиваете на том, что это не закрытие, а это перевод. Кстати, видели, уже петиция, да, появилась на сей счет в интернете. Вот я смотрю, тут почти 2000 человек уже оставили свои подписи. — Я видел, но... — За сохранение. — Вот лично, там, для меня вызывает большое удивление, когда, там, человек дает комментарий, там, к моему посту, то, что я написал, да, и говорит, спасибо, что объяснили. И тут же я вижу, что этот же человек, там, ставит, там, подпись, петицию, там, против закрытия. Ну, как-то вот, ну, вроде бы все объяснили и рассказали, поэтому вот я сейчас подробнее расскажу. — Да, давайте, есть нужда в том, чтобы это прозвучало сегодня в эфире, да. — Да. Сколько у нас времени до перерыва? — Ну, до перерыва две минутки. — Давайте как-то. С легкого вступления. — Да. Во-первых, значит, у нас состоялась, там, полторы недели назад первая встреча по просьбе родителей, дети которых находятся сейчас в русском Туреке, с руководством Министерства здравоохранения. Значит, здесь в Министерстве был очень долгий разговор, то есть родители пришли, там, с рядом вопросов, и сразу могу сказать, что вот они получили, там, ответы на все вопросы, потому что там та информация, с которой они пришли, она постепенно, как бы, принимала немножко там другое изучение. — Но они-то агрессивно, да, какие-то острые вопросы задавали? — Ну, они остро вопросы задавали, но нужно понять, что информация, которая была им дана, скорее всего, она была там определенной частью медицинского персонала, вот, значит, ну, началось с того, что там все, нас закрывают, а выделяют там 10 мест всего в Нижнеевкино. То есть вопрос, на самом деле, не ставился о том, что переводят, не переводят, а о том, что, в принципе, о закрытии самого отделения, то есть даже нигде оно будет существовать, вот, а будет, не будет. И вот объяснялось, что там не 10 коек, а дополнительных 10 коек к такому-то, такому-то, такому-то количеству мест. — На сайте регионального министерства здравоохранения, там есть визитная карточка, в том числе санаторий Русский Турек, 110 мест, да? — Ну, вот нужно понимать, что койки разные есть, значит, есть койки, значит, на которых размещаются дети, значит, с рядом болезней, которые, ну, вот на протяжении этого времени, там, в нескольких недель, они не встают, то есть вот, значит, есть... — То есть какие-то аппараты подключаются там какие-то, чтобы... — Да, да, и, ну, фактически там и требования специальные, чтобы вот дверные проемы, — Чтобы можно было вывозить вот эту кровать. Значит, и вторая категория детей, которым требуется, значит, там, лечение раз в полгода. То есть они приезжают там непостоянно. Значит, и там, не... — Количество этих детей разное, то есть вот первую категорию возьмем, значит, детей первой категории сейчас там 20. Примерно там с Нового года, когда планируется этот переезд, этих детей оставалось бы в русском Туреке 15. — Пятеро уже будет. — Ну, первую, там, у них заканчивался, там, заканчивался вот этот курс, они бы выписывались, то есть 15. Значит, вот с этой категории. В Нижнеевкино, мы поговорим чуть позже, там, чем в Нижнеевке лучше, значит, вот это отделение, значит, на первом этаже блока, которое размещается, значит, уже на сегодняшний момент 15 плюс 3 плюс 6, то есть и такого 24. Вот на эту категорию детей уже 24, то есть, значит, больше, чем было в русском Туреке. — Четыре побольше. — Да. То есть не сокращается. Потом, ну вот, я предлагаю, да, все-таки сделать рекламу, вот будет злиться наш звукорежиссер. Реклама, и скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наш разговор с Владимиром Шабардиным, полномоченным по правам ребенка в Кировской области. Если вы только сейчас настроили приемник свой на нашу волну, 101.0, то я напомню, что мы говорим об отделении восстановительного лечения, детское отделение восстановительного лечения, которое располагается пока еще в Русском Туреке, в Ружомском районе, село Русский Турек. И это отделение с Нового года будет переведено в Нижний Ивкино. Владимир Валерьевич подчеркивает, переведено. — Переведено, да. — И продолжим объяснять еще по количеству мест. — Значит, вот после встречи с родителями, которая уже сказала здесь, то есть на встрече с родителями, я пообещал, что я сам лично выйду в Нижний Ивкино. И несколько дней назад мы с ИО, министр здравоохранения Андреем Вениаминовичем Черняевым, съездили на место в Нижний Ивкино для того, чтобы конкретно посмотреть, где будут дети располагаться. Во-первых, сразу скажу по срокам, там идет очень активный ремонт. Когда говоришь, там отделение не готово. — Давайте напомним, что там территория, это не только самое видное здание, которое тут с краешку стоит на улице Советской, по-моему. — Нужно понимать, Нижний Ивкино, там не все понимают, там санаторий по правую руку, а слева, там дальше церковь. — Заезжаете в Нижний Ивкино, сначала будет справа санаторий, потом проезжаете мост через реку Ивкино, и вот слева будет церковь. — Да, сразу после этого церковь. И там большой комплекс медицинский стоит. Значит, есть несколько корпусов. Вот на первом этаже корпуса детского идет сейчас целиком полностью ремонт под эту категорию детей. То есть там идет расширение двориных проемов для того, чтобы кровати проходили. — Вот эти 24, да? — Вот эти 24, да. Значит, идет ремонт пищеблока, полностью все палаты, оборудование, то есть вот полностью, то есть целиком. Это все должно быть закончено к 15 декабря. И вот после 15 декабря мы договорились с Андреем Вениаминовичем, что мы выезжаем туда повторно для того, чтобы посмотреть, что есть. Дальше. По количеству коек. Значит, второй этаж этого корпуса рассчитан на 55 мест. На 50 мест это вот сейчас в основном ездят мамы с детьми, то есть 25 и 25. На самом деле вот те дети, которые находятся сейчас там в русском Туреке, они едут без родителей, поэтому вот 50 мест еще на детей есть на втором этаже этого корпуса. Значит, чтобы было понимание, дети профиля гастро, которые там есть, там есть несколько заездов в году. То есть там не постоянно, а там с перерывами. Поэтому сейчас возможность как бы, как же назвать это правильно, то есть чередование смен детей есть. При этом количество детей, которые... При грамотном управлении... Да, гастро профиль разведения этих потоков не теряется. Значит, вот дети, которые в русском Туреке, вот вторая категория детей, которые предполагаются на втором этаже, они нуждаются в этих поездках раз в полгода. И вот предварительно сейчас согласовано как бы летний период и январь-февраль под этот профиль. Значит, для того, чтобы расширить возможности отделения как бы гастро профиля, вот при выезде на место, значит, было посмотрено... Мы смотрели еще несколько вариантов. И вот первый вариант, очень существенный, который был найден практически за 10 минут, руководством Министерства здравоохранения и принято там. То есть вот нужно понимать, что это такое. Значит, есть целый корпус, который сейчас отдан под взрослое платное отделение. Взрослое платное. То есть было принято решение, что он целиком отдается под бесплатное детское отделение. Сколько мест? Там 36 мест. Это 4 отдельные входа. Это очень хорошие условия. То есть фактически это номера квартирного типа с очень хорошим ремонтом. То есть фактически готовы. Это очень хорошее условие. Вот, ну, понимаете, платное взрослое отделение. Да, понимаете, что это со своей территории. Вот, 36 мест. И еще дополнительно палаты в основном корпусе. Сейчас обсуждается вопрос, какие часть вот этого основного корпуса точно так же отдается под вот этот гастропрофиль. Поэтому говорить о том, что там вот остается какое-то минимальное количество коек, не приходится. Я бы хотел вернуться еще к нескольким моментам, которые вот там все время поднимались, да, первое. И откуда, скорее всего, вот пошла эта, ну там, волна. Значит, это там страх, то, что в русском Туреке люди останутся без работы. Ну, по моим оценкам, я представляю, как выглядит село, там порядка тысячи человек проживает, может быть побольше, и каждый пятый или каждый шестой работает. Да, это понятно, это фактически градообразующие предприятия. Но при этом не говорится, что, собственно говоря, вот это детское отделение, оно, значит, там соседствовало всегда с взрослым психоневрологическим отделением. И сейчас, ну, потому что заявляет Министерство здравоохранения, планируется увеличить, то есть расширение взрослого психоневрологического отделения. То есть там будет целиком полностью психоневрологический профиль. И все сотрудники, которые работают сейчас в русском Туреке, они переходят на работу, вот, собственно говоря, в это учреждение. То есть дети переводятся сюда, там расширяется взрослое отделение. При этом в русском Туреке есть дорога, которая проходит прямо по территории детского учреждения. Она свободный проход. Это же такой комплекс, там же комплекс целый, который утопает в зелени летом. Это такой проходной двор. Второе. Взрослое психоневрологическое отделение. То есть профиль разный. Третье. Вот мы были на встрече здесь с родителями в основном детей кировских. Вот на встрече, которая была у Катери. И вот, когда мы разговаривали, родители-то там признают о том, что там дорога до русского Турека, это Уржунский район. Ну, простите. Порядка 200 километров, да? Я точнее могу на 220. 220 километров. И дорога, там качество, там не самого лучшего. То есть это не автобан, шоссе. Весной особенно. То есть, представляете, ребенка там довести туда на лечение, особенно после лечения. Ребенка там опорника, значит, сколиозника и так далее. То есть все, что там... Я еще более яркий пример могу привести. Семья моих родственников, которые живут в Апаринском районе. Они сначала добираются до Кирова, а потом им надо еще вот на юг области рвануть. Да, и ряд детей находится там не один день, не два, не неделю. И возможности, допустим, родителей приехать к ним, они ограничены заведомо вот этой территориальностью. Ну, правда, тут, смотрите, тут еще один момент. Точно знаю, что по субботам и воскресеньям тут два отдельных рейса автобусных организуются. Ну, это хорошо, Владимир, но это 220 километров. То есть это 500 километров за день туда-обратно. Нижне-Ивкино, значит, там 40 минут езды от города Кирова. Ну, 50 километров. 50 километров. Да, 50 километров. Первое. Второе. Нижне-Ивкино – это признанная лучшая курортная зона Кировской области. И это факт. То есть к нам ездят люди из других регионов лечиться. Третье. Значит, там существенно добавляющийся плюс здесь. Значит, помимо тех процедур, которые получали дети у нас в русском туреке, они гарантированно получают доступ к дополнительным способам реабилитации. То есть они получают водо-грязелечение, чего там не было и быть не могло. Здесь грязелечебница находится в 50 метрах от вот этих корпусов. Ну, фактически внутри вот этого городка. И они получают, помимо своего там опорно-двигательного там профиля, значит, возможность подлечить там другие болезни, которые у них могут быть по этому же профилю. Третье. Возможность приехать родителям, она существенно выше. И когда вот родители этих же детей говорили об уникальности нашего отделения и о том, что там одно из двух отделений, которые надо было бы развивать, потому что оно действительно хорошее, и к нам едут, и могли бы ехать там больше людей из других регионов, то как раз вот эта-то возможность в Нижневке, она гораздо выше. То есть человеку там объяснить, где это, и привлечь там родителей с детьми из других регионов мы можем, но в первую очередь мы должны заботиться о детях, естественно, там своего региона и здесь. Ой, а персонал-то придется ведь увеличивать. Но это, конечно, не к вам больше вопрос к руководству здравоохранения, но все-таки вы в курсе этого. Посмотрите, что касается Нижневкина, опять же, по персоналу вопрос, он ставился и решается, то есть вводятся дополнительные ставки воспитателей, мы об этом говорили. Там же в русском туреке они со школой местной сельской сотрудничают, педагоги сельских ходят туда преподавают. Мы понимаем с вами, что в Нижневкино дети тоже учатся, и процесс обучения в Нижневкино будет точно так же для детей налажен. У нас есть возможности, ну, собственно говоря, и школ, которые там есть. И второе, это успешный опыт, например, нашей травм-больницы по работе с центром дистанционного образования. Здесь, когда ставится оборудование, и ребята, особенно мы понимаем профиль, которые там лежат на кровати, которые там не могут встать, они обучаются дистанционно, потому что у них есть оборудование для дистанционного обучения, это ноутбуки, средства связи технические, и качество образования очень высокое. У нас центр дистанционного образования очень работает на высоком уровне, поэтому вот обучение детей будет точно так же продолжаться. На время перевода, переезда учреждения как-то оба будут закрываться или что? Временно невозможно будет туда попасть? Почему? Нет. Вот сейчас как раз речь идет о том, что русский турек функционирует фактически до 1 января. Ремонт в Нижневкино должен быть закончен к 15 декабря. И с января, собственно говоря, новый заезд, который должен был бы поехать в русский турек, он поедет в Нижневкино уже в полностью подготовленные условия. Оборудование, материалы, все будет перевозиться. Да, значит, ну, во-первых, там часть оборудования берется из других медицинских учреждений. Кировских? Кировских, да. Вот, ну, то есть перечень был составлен на такой достаточно длины. Из русского турека забираются три детских площадки оборудованные хорошие, они переводятся сюда, но понимаем, что зимой их там... Ну, монтировать сложно, да. Монтировать, да, то есть они будут смонтированы летом. Дальше в Нижневкино уже запланировано и фактически есть место под большую веранду, значит, с навесом, которое будет сделано весной, но сейчас не успеть, куда можно будет прямо из отделения на кроватях вывозить детей для того, чтобы был там доступ на свежий воздух. То, чего сейчас нет. Значит, вот технически этот вопрос сразу проработан. То есть есть такой пристрой к зданию, ну, фактически основание площадки есть уже, то есть нужно фактически просто настелить пол и сделать крышу. Это в планах, это будет сделано. Вот, и... Несколько секунд уже. Да, и еще раз повторюсь, мы выезжали на место, мы выйдем еще раз в декабре. Речь идет о переводе детей, о переводе детей не в какие-то очень далекие, там неизвестно какие-то условия, а перевод детей в одно из детских отделений, расширение этого детского отделения, там существенное расширение и добавление дополнительных возможностей для детей в лучшую курортную зону Кировской области. В общем, вы, как уполномоченный, гарантируете, что доступность не снизится на обороте. Это остается под нашим контролем. На особым контроле. На особым контроле. И там с первым же заездом детей я поеду туда там самостоятельно еще в январе, для того, чтобы посмотреть, в каких условиях дети. Но мы понимаем, что потребуется все равно какое-то время для доведения там любого учреждения до совершенства. Спасибо. Завершается наш разговор. Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Всего доброго. До свидания. До свидания.